Тренировка на новогодний лад состоялась в манеже стадиона «Красное знамя». Сезон соревнований у легкоатлетов впереди, но форму поддерживать надо уже сейчас. Чтобы спортсмены не раскисли за время каникул, для них провели специальный забег. Сегодня такая вот у нас тренировка в виде эстафет новогодних, и вот участвуют наши ребята. Мы здесь вот побыли буквально минут 10, я смотрю, что у ребят прекрасное настроение, они с удовольствием пришли, это так. Да, ребят, с хорошим настроением, всем все понравилось, тренеры тоже помогали нам судить. Организаторы новогодних забегов признались, это первые подобные соревнования, поэтому воспитанники в колпачках, смешурой и воздушными шарами. Наш комитет по спорту и молодежной политике организовал это мероприятие, мы тоже в нем приняли участие. И надеемся, что это будет хорошей традицией, да, и в дальнейшем мы будем постоянно проводить такие новогодние мероприятия. Почему бы и нет? От этого сплошная польза. Помимо поддержки формы, ребята вместе провели время и получили много положительных эмоций, нет или главное. По словам Артема Никифорова, тренера, легкой атлетикой занимается около 200 воспитанников. То есть это от 9 лет и заканчивая уже старшими, там до 18 лет спортсмены, да, спортсмены разного уровня, вот как вы могли видеть в эстафетах и дети, и уже и мастера спорта есть, да, чемпионы России. Поэтому вот, а эстафеты, как видите, всех объединяет, да, и всем весело, все абсолютно соревнуются на одном уровне. 22-й год закончился. С какими победами вы его закончили? Какие планы на год наступил? Ну, выделение атлетики закончилось достаточно хорошо. У нас есть призеры первенства России, чемпионы Центрального федерального округа, призеры чемпионы Московской области, да, такие вот, как Юсова Татьяна в крышках в длину, Полина Неретина в беге на 800 метров. Также много ребят стали призерами Московской области, да. Очень много молодых, перспективных ребят. Вот. Ну, а на следующий, вот, уже на этот, точнее, 2023 год, у нас впереди ожидается крупный соревнование, это ЦФО в городе Смоленск. Также в этом году летом ожидается, впервые будет проводиться первенство России до 16 лет, вот наши тоже девчонки готовятся к нему. Вот. А самый ближайший старт, буквально 7-8 января, мы едем на первенство Московской области в город Щелково. Екатерина Фролова, Андрей Пластунов, Елена Цыганова, Егор Кабанов для программы «Городские вести».